Как бороться с выгоранием на работе? Короткий ответ – подбросить дровишек. Хотите знать больше? Смотрите это видео. Привет, я Артём Горбунов. С апреля 2007 года я и мои коллеги публиковали на сайте нашего бюро сначала по два, потом по семь советов в неделю о дизайне, редактории, проектировании интерфейсов, управлении проектами, переговорах и прочих штуках, связанных с дизайном. Если вы по какой-то невероятной причине до сих пор не слышали о советах, я рекомендую пройти по ссылке ниже, здесь вот под баром, и ознакомиться с ними. А сейчас небольшая ремарка для тех, кто в танке, то есть уже знаком с советами. К моменту выхода этого видеоролика на сайте бюро вышло почти 3200 советов, и как выяснилось, из них только я написал 911. Поэтому теперь я решил попробовать нечто совершенно иное, и теперь мои советы будут выходить в формате видеороликов раз в неделю на нашем сайте и на YouTube-канале бюро. Ради меня можете не подписываться, но подписывайтесь ради анонсов наших новых книжек, бесплатных лекций, разборов, вебинаров и других штук, связанных с дизайном. Итак, что же это будет? Конечно, как и раньше, я буду отвечать на ваши вопросы о дизайне, но это не главное. Я работаю в нашем дизайнерском бюро уже 12 лет, и это не первая моя работа. Я не знаю, что такое выгорание, и надеюсь этого никогда не узнать. Никого не хочу обидеть, но меня ужасно печалят молодые ребята, которым не стыдно говорить о выгорании. Больше всего на свете я как дизайнер сделал сайтов и интерфейсов, но мне никогда не хотелось называться веб-дизайнером или UX-дизайнером. Мне всегда казалось, что дизайнеру должно быть интересно все. Именно поэтому я занимался интерфейсом и навигацией, и идентикой, и дизайном телевизионных пультов, и даже дизайном джинс. Рост дизайнера – это не когда ты дрючишь пиксели, а когда ты смотришь наружу и получаешь новые знания. Ведь дизайн пронизывает все сферы жизни. Мы с вами будем искать огонь в соседних с дизайном областях. Музыки, кофе, яхтинги, диджейнги, воспитание детей. Мы будем звать чуваков и чувих, которые горят своим делом, и будем узнавать, как все устроено в их работе и чем они живут. Я уверен, что у каждого из вас есть то, что восторгает. Узнайте об этом больше, зраните искру, и как только появится огонек, появятся силы вдохновения и для остальных дел. Сразу жизнь захотелось, как будто, да? Что значит слово «спешлти»? Была в бизнесе жопа полная, но я знал, что делать. И когда доллар провалился до 80 рублей, и наша закупка чуть не в три раза выросла, все, кто занимался хорошим кофе, запаниковали страшно. Ну, потому что твой кофе стал дороже вдруг. Меч обязательно должен острым лезвием кверху лежать. Поднимаешь ручку гейна на 0,01, сразу входит кто-то из преподов, сказали, вы что, опять металл свой играете, выключите этот рок, пожалуйста, хватит. А-а-а, вот это вот. Это джаз и колледж, казалось бы, консерватуры я. Когда я приезжаю в Airbnb, я спрашиваю, а что у нас есть? И так прикидываю в голове, как я буду это готовить, и везу с собой кофе уже смолотый, как надо. Вот, в пакетикам и тому завариваю. Вот, если это на спрессо, беру с собой свои капсулы, везу. Денис Данилов. Как правильно учить других? Мне кажется, что правильный вопрос, это как правильно учить себя. И если на него найти ответ, то, наверное, сможешь помочь и другим ребятам. Ну, я даже выключу первую гитару, чтобы просто послушали офигенное. А-а-а! Матерь Божья, никогда не ставьте кофе в студии. Я уверен, что если вы придете в любую кофейню нормальную, не жопушную, то вы дадите им кофемоку, а они вам ее настроят. Нам это помогает посчитать экстракцию по формуле. Где-то 195 граммов. Это вот моя утренняя чашка кофе. У меня весь носок в кофе сейчас, между прочим. Самое важное, это выдержать соотношение. Потому что в таком случае вы получите довольно предсказуемую чашку, которую вы хотите получить. Теплейший аналоговый звук, просто который щекочет ваши вервишки. Очень мягкий и классный. По принципу обычного пианино у нас есть клавиши. При нажатии клавиши дампфер отклоняется, молоточек бьет по камертону. Вот эти резонаторы помогают резонировать эту нотик, которую мы слышим. В акустике тоже будет слышно, если... Вот, можно прислушаться, если что-то, да? Вот у меня микрофон. Он звучит примерно так. И там обычный пьезодатчик, просто как электрогитару подключаем в комбик. Можно включаться в линию, но это не круто. Такие вещи звучат именно в комбик. И особенно круто, когда перегрузить его немножко. И получается красиво. Первый раз ходил в суши-бар. И потом я начал ходить, здесь поел, здесь поел, здесь поел, здесь поел, здесь поел. И в итоге потом пришел в этот суши-бар реально с майонезом все. Ну, конечно. И ты понимаешь, что... Когда-то казалось, что аудитория это как короли. Да, да. Сейчас это такая, ну, жуткая вещь, но тяжело. Александр Ковтунов. Что дизайнеру дает талант? Как его определить и как прикладывать? Хорошо, что ни к чему прикладывать. Какова разница между талантливым дизайнером и старательным? Я не знаю, что такое талант. Я могу вот сказать такую вещь, что я сейчас занимаюсь электрогитарой, снова начал ей заниматься. Я понял одну простую вещь. Вот сколько ты часов вложил в какую-нибудь гамму, настолько ты научился ее пилить. То есть работает только твое собственное вложение сил. Больше ничего. Я думаю, что я достаточно выпендрился в косухе. Я специально ее надел для этого случая. Кидаем лукасы, делимся с друзьями, пишем комменты, нажимаем на клокочек, подписываемся на канал.